История, о которой пойдет речь ниже, наше агентство уже освещало. В доме номер 17 на маяке в Сухоме живет семья Кудуховых. Землю, а именно две с небольшим сотых земли, они получили к своему маломерному участку в 2011 году распоряжением администрации столицы. Были пройдены все этапы, от написания заявления на выделение участка до решения земельной комиссии. Уточняю данную подробность не просто так. В процессе судебного разбирательства документы из столичной мэрии пропали. Правда, ненадолго, аккуратно, время проведения судебных слушаний. Так вот, жила себе семья не тужила. Еще в 2000 году очистила участок, разбила там сад, в котором игрались появившиеся в семье малыши. Гром грянул в 2017. Расположенный через стенку от участка Сухомский пивоваренный завод вдруг решил вернуть себе так удачно расположенный кусочек земли. Почему вернуть? И мы задались этим вопросом. И выяснили, что подавая иск в арбитражный суд Абхазии, пивоваренный завод Сухомский ссылался на советский документ, в котором эта земля ему принадлежала. Вот только непонятно, каким образом нынешний пивзавод стал правоприемником того советского. И хотя на официальном сайте предприятия указано, что завод открылся в 1953 году, многие помнят, как и когда появилось новое предприятие. Изначально это было Абхазо-Адыгейское предприятие ООО пивоваренный завод Сухомский, которому, согласно государственному акту, было выделено 1,39 гектаров земли, того самого советского пивзавода. Но в описи и реестре оспариваемый участок в 2 с небольшим сотых не значится. Окончательная точка официальной бумаги я не держу, но результат я знаю. Судьи сделали все возможное и невозможное для того, чтобы у меня его отобрать. Меня его отобрали еще в 2018 году. Узаконили, сейчас они узаконили этот кусок земли, уже у них есть законные бумаги, у них уже есть и распоряжение, и комиссия земельная, чего у них не было с самого начала. У них с самого начала, кроме распоряжения 99-го года о общем зонировании и госакта, больше они ничего не имели. У них нет других бумаг. Почему я так уверенно говорю? Потому что, когда я написала в парламент заявление, чтобы разобрались, парламент запросил и с администрацией имеющиеся документы на пивзавод, и с госкомимущества на имеющиеся на пивзавод, больше других бумаг в парламент они предоставить не смогли. Это о чем говорит? Это говорит о том, что они, нарушая все законы, суд арбитражный под председательством Квицинья Фатимы Алексеевны подмял под себя закон. Для них закон ничего не значит. Кипы распоряжения архивных документов демонстрируют, что пивоваренный завод Сухомский, получив два государственных акта, ни разу за прошедшие годы о маленьком участке и не вспоминал. Да и как они могли о нем вспоминать, если он никогда данному заводу и не принадлежал, говорит хозяйка земельного участка. Женщина пояснила, что причиной нынешнего прозрения, по заявлению на суде самих представителей пивзавода, стала банальная нехватка уже имеющейся территории. По закону, в случае, если при получении гусакта произошла ошибка дважды, ну такое, наверное, тоже бывает, у владельца есть два месяца на ее исправление. Пивзавод не только не исправил, как они говорят, ошибку, но и с 1999 года, за 20 лет, ни разу о ней не заикался. Первое решение мы уже все знаем, что было, это ничего нового нет, законное решение, суд первой инстанции выносит законное решение, а они не правоприемники, они не хотят слышать, что они не правоприемники. Почему я так утверждаю? Даже та справка, которую Валерий Кварчия, БТИ, предоставил пивзаводу, где они запрашивали, состоит ли этот кусок, участок земли, является ли он территорией пивзавода, он пишет, что да, с 1956 года данная территория, значит, находится за пивзаводом. Но подняли инвентарное дело, это было на суде. Представитель правового отдела подошел к судьям с этой инвентарной книгой, показал, что вот этот кусок земли обозначен буквой Х, но в перечине этого нет, за ними он даже и в 1956, получается, не значился. Но ничего не помешало нашим судьям, абсолютно ничего. Сначала они потребовали, почему у меня не было протокола, который они же и спрятали, я не боюсь этого слова, они целенаправленно его спрятали. Потом, после того, как уже суд вынес решение, протокол появился, мы предоставляем протокол, мы предоставляем справку. Вот справка, я сейчас хочу еще заострить внимание на вот этой справке. В этой справке. В 2010 году, когда я собирала документы, БТИ выдает мне справку, который пишет, что данный участок земли ни за кем не значится и никем не обременен. Значит, получается, что после того, как в 1996 году пивзавод обозначил свои границы, получил госакт, хотя и незаконный, но этот кусок земли туда не вошел. Это уже я говорю не первый раз. А они, судьи, под председательством Локуа, Джен Джолия и Агумава, которые показали мне эту справку, они заподозрили, что видите ли, подпись не квартия Валеры. Может быть, не спорю, я не помню, кто подписывал. Написала в прокуратуру бумагу удостоверить, законная ли подпись в этой бумаге. Прокуратура пишет, что подпись правомерная и выдана вот эта справка по закону, как положено. А у них решение уже готовое, у них все уже решено. Просто им надо 7 числа, если состоится суд, значит, они просто объявят в устной форме то, что уже решено за долгодосуда. Я сейчас дословно комментировать не смогу, но в общем смысл, суть будет такова, что администрация города Сухум не перевела землю промышленную. Зачем надо было переводить администрации свою землю куда-то? Эту границу они обозначили. За ними он не значится. Вот этот кусок остался, грубо говоря, бесхозным перед моим домом. С 96-го года по 16-й год эти люди не вспоминают о существовании этого участка земли. Хотя одна когда увидела, начала строиться, расширилась, банальная, как говорится, им не хватает. Мы строимся, нам нужна земля. Ты строишься, тебе земля нужна. А я живу. У меня дети, у меня... Я не знаю, я что, должна теперь съехать за то, что ты строишься? Не буду. Арбитражный суд Абхазии в данном деле разбирался дважды. На основании одних и тех же документов появились два совершенно противоположных решения. Окончательное – землю у Сюми Кудуховых отнять и передать пивзаводу. За основание суд взял несколько фактов. Один из них – отсутствие протокола о выделении земли, который таинственным образом исчез из администрации. И получилось, что Кудуховы якобы землю получили незаконно. Сами себе выписали распоряжение, начертили план-схему и отвод. Они узаконили решением суда, а суд вынес незаконное решение. Я обратилась... Нет такой инстанции, где я не была. Я была у спикера парламента. Добилась, чтобы меня приняли. Валерий Ильич меня принял, выслушал. Все мои доводы, которые я сопровождала бумагами. В конце он говорит, а что они хотят? Я говорю, я не знаю, что они хотят. Вы же видите, что творится? Я там же объяснила, что судья, председатель арбитражного суда, Квицинья Фатима Алексеевна, целенаправленно, наглым образом нарушив закон, восстановила им сроки, тем самым дала зеленый ход уже заранее готовому. Куда они шли, они знали. Когда писали из кого, они уже знали, куда пишут, зачем пишут и к чему они придут. Это у них уже было решено. И несмотря на то, что в деле еще не поставлена окончательная точка, участок уже переоформлен на Сухумский пивзавод. Но Кудуховы так просто сдаваться не собираются, все еще надеясь на закон. Решением вот этих судей, которые нарушили все законы, дать вот этот участок земли, да никогда в жизни. За все, что дальше будет происходить. После оглашения решения арбитражного суда, ответственность в первую очередь ложится на Квицинья Фатиму Алексеевну, которая наглым образом сделала незаконное решение. Во всех отношениях, во всех отношениях. А вторые, те, которые пассивно или активно принимали участие, я не собираюсь никому, никого к себе во двор запускать. Чревато в плохими последствиями. Я предупреждала все инстанции, где я была. Не попало только к примеру. Нету приема, не попало. Кроме него я всех обошла. Все, все в курсе. Но мы ничего сделать не можем. Кто нас защитит, простой народ? Хочу задать вопрос. Я обращаюсь в прокуратуру. Я много написала заявлений по поводу действий администрации, по поводу действий пивзавода, как она незаконное строение сделала, как дымоход их сажей покрывает. Тишина. Отписываются они хорошо. Отписались, но никакой реакции нет. Даже то, что она остановку сдвинула и поставила на границе с остановкой здание четырехэтажное. Все дозволено, все хорошо. Еще раз повторяю, пивзавод нынешний не является правоприемником советского пивзавода. Не является. Если эти люди мне сегодня принесут бумаги, удостоверяющие то, что они правоприемники, я перед всеми извинюсь и запущу их во двор. Но у них кроме 99-го года распоряжения об общем зонировании и того госакта на 96-й год ничего нет. Хотя очень такие предприимчивые госслужащие в лице Шаменьковой Светланы Владимировны, они быстро начертили, написали, как им надо было. Я думаю, прокуратура должна разобраться в этом деле. Должна быть поставлена точка. Когда-нибудь у нас в государстве заработает закон. Закон для всех.